Вот есть заход, да, мы понимаем, что происходит вокруг туннеля, что им действительно пользуется очень много людей. И этим людям в унылом, сером, стрёмном пространстве дискомфортно, им нужно хотя бы добавить туда цвета. Мы в нашей ситуации пошли гораздо более длинным и сложным путём, мы позвали профессионалов и сделали большое исследование. На выходе из исследования мы получили эскиз, который бы включал город, жителей и все, кто там находится, в общий процесс работы над эскизом, чтобы была возможность у каждого желающего ставить участие в портретной галереи. Но по сути своей заход-то один и тот же. Посмотрите на условия туннеля, подберите наиболее подходящие для него материалы, из которых стоило бы делать ремонт. Возьмите три десятка молодых архитектурно-дизайнерских бюро в России, объявите им тендер или конкурс, или я не знаю что, и направьте те же самые, но с ограничениями. То есть в нашем случае ограничения были, это сырой, тёмный, пыльный туннель, это, возможно, работает только краской, потому что там достаточно высокий уровень вибрации, соответственно, всё от себя отваливается, если это не краска. Это не очень богатое освещение и тому подобные проблемы. Но опишите техническое задание каждому из туннелей, объявите конкурс, отдайте часть бюджета на работу этих молодых русских дизайнерских бюро. И потом возьмите вашу ту же самую малярную команду, возьмите краски, которые они подберут, и вместе с ними, вместе с городом, я не знаю, с кого угодно можно в эту историю привлечь, сделайте такой большой длинный проект. Вы же не обязательно там одномоментно, три тысячи туннелей. Подожди, 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 так ровно же в этом всё и дело. Мы говорим, что, ребят, смотрите, из этого проекта чё получилось? Куча людей объединились, все получили на выходе клёвую историю. Для РЖД это точно такой же пиар-репутационный кейс, как и для кого угодно, кто в этом поучаствовал. Людям приятнее там быть, это всем на руку. Это win-win, это какой-то мульти-win история. И это штука, которая существует вне зависимости от того, кто является главой департамента культуры или мэром города. И до тех пор, пока компания понимает, зачем ей это надо, а мы сейчас всеми возможными способами показываем, зачем компании это надо, зачем ни одной РЖД это надо, а всем компаниям, у которых есть какие-то крупные транспортные узлы, через которые проходит масса людей. И что это круто, это кайфово развивать собственный город, что это кайфово сотрудничать с сообществами, которые живут возле какого-то твоего большого транспортного хаба, что ты идёшь навстречу людям, люди идут навстречу тебе. И вообще жизнь в городе предполагает некий договорный, переговорный, совместный процесс. Потому что в противном случае нас действительно ждут автобаны и шопинг-моллы, больше ничего.